Привет, на связи Визионер с очередной подборкой новостей из мира науки и высоких технологий. В этом выпуске британцы создали нейробабушку для борьбы с телефонными мошенниками. США сформирована самая большая компьютерная модель расширяющейся вселенной. Сальвадор хочет сдать в аренду свои вулканы для майнинга криптовалют. Не переключайтесь. Американские физики создали крупнейшую в истории компьютерную модель расширяющейся вселенной. Для этого они задействовали 9000 вычислительных узлов суперкомпьютера Фронтир в Окриджской нацлаборатории. Объем проекта под названием Exosky оценивается в 31 миллиард кубических мегапарсеков. Как отмечают ученые, такая масштабная модель позволит лучше понять принципы работы вселенной и ее эволюции. Для этого им нужно учитывать множество дополнительных параметров, включая процессы образования объектов, поведение газов и так далее. Более ранние модели были значительно проще в исполнении. Компания Neuralink Илона Маска получила одобрение от властей США на запуск к разработке мозгового импланта, который работает в связке с роборукой. Прототип появится через несколько лет и позволит совершить прорыв в оказании помощи парализованным пациентам. В основу проекта ляжет уже зарекомендовавший себя чип N1. Сам интерфейс должен быть расширен, что положительным образом скажется на функционале. Стартап Осм, основанный ветеранами Google Research, разрабатывает технологии передачи запахов через интернет. Пользователи смогут делиться ароматами, как музыка или фото. Молекулярный состав объекта анализируется с помощью газового хроматографа масс-спектрометра. Данные заносятся в базу данных, после чего ее анализируют ИИ. Согласно задумке, затем формулу можно синтезировать на принтере. Разработчики уже успешно телепортировали ароматы, кокосы и сливы. Открытие может найти применение в индустрии развлечений, включая кино, рекламу, видеоигры и так далее. Tencent Games и Intel представили портативный игровой ПК Sunday Dragon 3D One. Ключевой особенностью стала поддержка технологии 3D изображения без необходимости носить очки. Sunday Dragon 3D One является прототипом для обкатки технологии 3D Naked Eye в играх, а картинка выстраивается благодаря датчику, которая следит за взглядом пользователя, что позволяет отрисовывать объемные изображения. Портативка получила процессор Intel Core Ultra 7 с 32 ГБ оперативной памяти и 2,5К-дисплей частотой обновления 120 Гц. Британская компания Virgin Media O2 разработала ИИ-бабушка по имени Daisy, которая помогает бороться с телефонными мошенниками. Согласно задумке, она заговаривает зубы злоумышленникам-неудачникам, тратя их время и мешая обзванивать жертв. Проект начал функционировать 14 ноября, однако нейробабушка уже совершила более тысячи разговоров. Самая длинная беседа заняла около 40 минут. Daisy отыгрывает роль женщины, с которой вообще не разбирается в технике, зато может травить байки о внуках и других посторонних вещах. Астрономы зафиксировали одну из мощнейших в истории наблюдения ударных звуковых волн, которая когда-либо достигала Земли из космоса. Согласно предварительным данным, в 290 миллионах лет от нашей планеты галактика NGC 7318b врезалась в 4 других. Скорость ее движения составила 3,2 миллиона километров в час, за счет чего сформировалась мощная гиперзвуковая ударная волна, которая добралась до сложной системы. Открытие удалось сделать благодаря телескопу ВИФ. 25 ноября астероид 2024-5-5 удалился от Земли, после чего он перестал считаться вторым после Луны спутником. Такому статусу он соответствовал почти 60 дней. Объект размером около 11 метров у бережники был притянут к гравитации Земли 29 сентября. По версии ученых, 2024-5-5 является осколком Луны. Он входит в группу астероидов Арджуна, которые движутся вокруг Солнца. Специалисты считают, что они возникли в результате бомбардировки Луны крупными космическими объектами. Власти Сальвадора хотят сдавать свои вулканы в аренду для майнинга криптовалют. Сейчас на территории страны насчитывается порядка 20 активных объектов. В рамках пилотного проекта страна разработала 474 биткоина, как раз благодаря выбору столь нестандартного источника энергии. Все криптоактивы Сальвадора оцениваются почти в 600 миллионов долларов, потому что биткоины приравнят к национальной валюте. Однако чиновники не намерены останавливаться, планируя предоставить различные льготы и привлечь новые инвестиции. Европейское космическое агентство опубликовало самые четкие фотографии за всю историю наблюдения за поверхностью Солнца. Их сделал аппарат Solar Orbiter, который весной прошлого года приблизился к светилу на расстояние в 74 миллиона километров. На изображениях видна зернистая фотосфера звезды, излучающая видимый свет. Ученым удалось собрать новую карту магнитных полей Солнца, которые наиболее сильны в областях солнечных пятен. А новая тахограмма позволяет стучить в величину и направление скорости, с которой движется вещество на поверхности. Старт пилотируемых полетов российских космонавтов на Луну откладывается из-за отсутствия денег на создание сверхтяжелой ракеты-носителя. Об этом заявил советник гендиректора Кросскосмоса Олег Горшков. Ранее генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев утверждал, что власти России планируют отправить космонавтов на Луну в период с 31 по 40-е годы. Выход в налетные испытания сверхтяжелой ракеты должен был состояться уже в 2033 году, на что обещали выделить 600 миллиардов рублей. Уже в ноябре стало известно, что техническое задание пока не было утверждено. Сверхтяжелая ракета должна обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную полярную орбиту. Спасибо за просмотр! Не забывайте ставить лайк, прожимать колокольчик и подписываться на канал, чтобы не пропустить свежие новости из мира высоких технологий.